Мир вам, братья и сестры! Сегодня уже это приветствие звучало в самом начале собрания. Мир вам! Вы знаете, мне кажется, что это приветствие сегодня звучит немножко странно. Полагаю, что мы все с вами отчетливо понимаем, в какое неспокойное время нам довелось с вами жить. Вот эти слова «мир» и «безопасность», о которых говорит апостол Павел в первом послании апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих. Я думаю, что все вы помните эти слова, «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба». Сейчас эти слова, это состояние мира, к большому сожалению, утеряны. Но, несмотря на все это, они сегодня наиболее востребованы. Люди переживают тревогу, гонения, скорбь, утрату близких, родных, голод, смятение, неизвестность, неопределенность и уныние. Все это, к сожалению, не обошло и христианский мир. Мы, христиане, как часть общества, и, к сожалению, очень часто поддаемся вот такому вот, знаете, духу негодования, что ли, духу уныния, может быть, возмущения, какого-то смятения и даже злобы. Но, несмотря на всю сложность обстоятельств, мы с вами должны по-прежнему задаваться вопросами. Должно ли вообще все это в нас быть? Должно ли все это заполнять наш внутренний духовный мир? И тем более преобладать каждым из нас? И вообще, как должен себя вести христианин? Конечно же, ответы на все эти, может быть, нелегкие вопросы мы с вами находим в Евангелии, потому что Слово Божие, Библия, она самодостаточна, она трактует саму себя, и, конечно же, в ней есть ответы абсолютно на все вопросы. Поэтому сегодня вместе с вами я хочу поговорить о том времени, в котором мы живем, о тех обстоятельствах, которые нас с вами окружают, которые приходят в нашу жизнь. И главное, в этой проповеди мне бы хотелось на основании Евангелия еще раз, может быть, сказать о том, как же должен поступать верующий человек. Что должно быть в сердце верующего человека? Каковы должны быть его действия и каковы должны быть его мотивы? Для дальнейшего нашего размышления мне бы хотелось произнести такое пророчество. Дело в том, что в последние 15, может быть, 20 дней эти слова звучат как никогда часто, и слова этого пророчества можно слышать почти во всех проповедях, по крайней мере, в большинстве проповедей. И слова этого пророчества записаны в Евангелии от Луки. Это будет 21 глава с 8 стиха выборочно. Евангелие от Луки, 21 глава с 8 стиха выборочно. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час конец. Восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба, и будут знамения в солнце, и луне, и звездах, и на земле уныние народов, и недоумение, и море в вас шумит и возмутится». Это 26 стих. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Когда же начнет все это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Аминь». Это пророчество последнего времени. И вот эти слова сказал Иисус Христос незадолго до Своей смерти. Учеников, как и нас с вами, конечно же, интересует, когда же будет вот это второе пришествие Господа Иисуса Христа. По каким признакам мы с вами узнаем, когда это произойдет. И Христос вот здесь достаточно четко, ясно, я бы даже так сказал, что ли красочно нарисовал картину событий, которые будут перед его вторым пришествием. И хочу остановиться на некоторых, наверное, наиболее актуальных моментах, о которых говорил Иисус Христос в своем пророчестве. Итак, первое, с чем мы сталкиваемся, это заблуждение. В этот информационный век, в который нам с вами посчастливилось жить, очень сложно найти правду. О ней везде говорят, но ее нигде нет. Одно сплошное заблуждение. И знаете, самое страшное, что это заблуждение сегодня присутствует в церкви среди братьев и сестер. Оно как закваска действует со времен Иисуса Христа. В чем же проявляется вот это заблуждение? Давайте с вами посмотрим на примере сегодняшней церкви. Что происходит в наших домах молитвы? Знаете, самое страшное, что есть сегодня среди нас, так это отсутствие единства в понимании Слова Божия, в понимании Евангелия. А ведь это основа. Это фундамент, на котором строится и стоит наша вера. Вера в Господа Иисуса Христа. Есть единство в Слове. То есть, когда братья и сестры одинаково правильно понимают Евангелие, Слово Божие. А есть единство Духа. Это когда братья и сестры в большинстве случаев одинаковы во взглядах, одинаковы в каких-то определенных решениях. И, конечно же, они будут едины в понимании Евангелия. На современном, таком, наверное, молодежном сленге это звучит как быть на одной волне. Мы молимся о том, чтобы Господь Бог послал нам вот это единство. Но оно, братья и сестры, знаете, не придет, пока мы с вами сами не захотим, чтобы оно было. Послание апостола Павла к Ефесинам. Четвертая глава, первые три стиха. «Умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением снисходят друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Я ни в коем случае не умоляю значение, важность и силу молитвы, но молиться и просить Господа о единстве, и при этом не любить друг друга, при этом не принимать друг друга, не снисходить друг ко другу скротостью. Братья и сестры, я извиняюсь, может быть, за такое выражение, но, знаете, такие молитвы, они, как правило, до потолка. Почему мы молимся об одном, а поступаем по другому? Почему в нашей жизни нет вот этого снисхождения к другим людям? Почему в нашей жизни нет принятия другого человека, нет принятия другого мнения, также нет кротости и смирения? Почему мы с вами читаем Слово Божие вот так вот сквозь пальцы, вырывая слова из контекста? Эти вопросы сегодня к каждому из нас. 1 Тимофею, 4 глава, 7 и 8 стихи. «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». А вот это было следующее заблуждение, о котором мы должны сказать. И, да простят меня все сестры, но это слова апостола Павла. «Негодных же и бабьих басен отвращайся». Скажите, пожалуйста, о чем здесь идет речь? Что это за так называемые бабьи басни? И вот здесь мы с вами должны вернуться снова к единству, а именно к единству в правильном понимании Евангелия. Когда нет вот этой основы, когда нет правильного понимания Слова Божьего, тогда, к сожалению, и появляются вот такие вот бабьи басни. Когда проповедник, например, может выйти за кафедру и проповедовать не Слово Божие, а какое-то свое, знаете, такое видение на жизнь. Вот так надо поступать, так поступаю я, и так, может быть, поступали сто лет тому назад, поэтому и нам нужно этого придерживаться. Все это можно озаглавить одним словом – недальновидность. Это отсутствие видения в свете Слова Божьего и неспособность человека смотреть дальше, чем свой собственный нос. Это касается жизненной позиции и это касается, конечно же, Слова Божьего. И об этом, самое интересное, об этом проповедовал и говорил Иисус Христос. Мы об этом читаем в Евангелии от Марка, 7 глава, 6 и 7 стихи. Марка, 7 глава, 6 и 7 стих. Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия». Как написано, «Люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно, то есть напрасно, чтут Меня учением, заповедям человеческим». И Иисус Христос очень ясно сказал, что люди, к большому сожалению, будут исповедовать Его и почитать Господа только лишь на языке, при этом будут учить вот этим человеческим постановлением, человеческим заповедям. Давайте с вами посмотрим вокруг, насколько Евангелие вообще и наша вера в единого Бога, Отца вообще всего видимого и невидимого, обросла чем-то таким человеческим, какими-то отцовскими преданиями, какими-то непонятными формами. И все это стало, знаете, такой традицией, говоря как раз таки вот языком апостола Павла, бабьими баснями. Марка, 7 глава, 8 стих. «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Это говорит Иисус Христос. О каком же предании идет речь, братья и сестры? Если прочитать этот стих немножко дальше, то мы с вами видим, что Иисус Христос вот в этом месте говорит именно о Моисеевом законе, об омовении кружек и чаш. Но, знаете, человек и на этом не останавливается. И мы с вами прекрасно знаем, сколько было на самом деле заповедей у израильского народа. Это было отнюдь не 10 заповедей. Мы все помним это количество. И сегодня, сегодня то же самое происходит. Сегодня освещается абсолютно все. И если мы с вами думаем, что речь идет, например, о православной церкви, то мы глубоко заблуждаемся. Сегодня, как я уже сказал, в церкви существует масса каких-то постановлений, предписаний, каких-то непонятных действий, возведенных в рамк таких обрядов. И все это, знаете, оно неприкасаемо, оно свято. Ведь так поступали до нас, поэтому и мы будем так делать. Как будто, знаете, как будто о всем вышеперечисленном говорит нам Евангелие. Ну вот, если действительно не вникать в это самое Евангелие, то, конечно же, можно сложить руки и соглашаться со всем тем, что мы слышим иногда из кафедры. Поэтому вместо развития, к сожалению большому, опять же повторюсь, церковь медленно, но уверенно деградирует, обрастая чем-то человеческим, земным. Почему же так происходит? Ответ, с одной стороны, очевиден и, наверное, может кому-то показаться слишком простым. Потому что человек не свободен. Он порабощен и обременен вот всей этой системой богопоклонения. А где же свобода, о которой говорил все тот же апостол Павел? И при этом эта свобода, она не только у евреев, она и у нас. Где же эта свобода? Где поклонение в духе и истине? И об этом пишет также апостол Павел. Смотрите, второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 стих. А где дух Господень, там свобода. Там, братья и сестры, нет системы, там нет правил, там нет предписаний, нет постановлений, которые принуждают человека к такому вот бездушному богопоклонению. Там свобода в отношениях с Господом. И когда мы с вами читаем Евангелие, то мы с вами находим слова Иисуса Христа. Он как раз таки об этом учил, он об этом проповедовал, и он об этом старался как-то, ну, эту идею донести до людей, до сердец людей. Марка, 7 глава, все тот же 8 стих, 2 часть и 9 стих. «И делаете многое другое, сему подобное». И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Хорошо ли мы сегодня с вами делаем, когда выворачиваем вот так вот Евангелие наизнанку и соблюдаем что-то свое, человеческое, придуманное? Правильно ли, когда Евангелие обрастает вот всей такой вот шелухой? Луки, 21 глава, 8 стих. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко, не ходите вслед их». Знаете, большое заблуждение, братья и сестры, если мы с вами думаем, что придут такие люди, которые будут называть себя Христом и при этом ничего не будут делать. На самом деле, такие люди будут и, но они не просто будут существовать, они еще будут говорить, они будут учить, но будут говорить и учить свое, человеческое, но никак не Слово Божие, никак не Евангелие. И у таких лжехристов, что тоже, к сожалению, будет масса поклонников, опять же, именно потому, что люди недальновидны. Ведь Евангелие сегодня непопулярно, как бы это страшно ни звучало. Гораздо интереснее слушать вымыслы человека, что-то такое земное, может быть, бытовое. И Иисус Христос предупреждает, чтобы мы с вами, вот в это последнее время, держались подальше от такого учения, и написано, чтобы не ходили вслед их. Это первое, о чем говорил Иисус Христос, заблуждение. Следующее, что характеризует время перед вторым пришествием Иисуса Христа, и это тоже сегодня для нас с вами актуально, это воины и военные слухи. Знаете, все было хорошо, но вот произошло то, что произошло в соседней стране, это война. И верующие люди сразу же заговорили о последнем времени. Удивительно, как быстро человек пришел в себя и заговорил об этом последнем времени. А почему же только сейчас мы заговорили о последнем времени? Почему сейчас эти слова стали так актуальны? Неужели война произошла только сейчас? Неужели вообще воины, военных слухов не было до этого? Несколько собраний, если вы помните тому назад, здесь уже говорили о том, что война как раз таки началась с того момента, когда Каин убил Авеля. Это так и есть. Но в этой проповеди я предлагаю совсем на немножко посмотреть назад в историю. По подсчетам ученых, за последние 56 веков на земле произошло порядком 14,5 тысяч войн и военных конфликтов, в которых погибло, вот только вдумайтесь в эту цифру, более 3,5 миллиардов человек. Самыми крупными вооруженными конфликтами, и мы эти конфликты учили в школе когда-то, помним их со школьной скамьи, это были греко-римские войны, это были завоевания Александра Македонского, это были крестовые походы, 100-летняя война, если мы возьмем немножко, но уже ближе к нам, это, конечно, была Первая мировая война и Вторая мировая войны. И во всех этих войнах беспрецедентного масштаба достигли человеческие потери. И они на самом деле росли в такой динаметрической прогрессии. И вот если в 17 веке такие потери составляли порядка 3,5 миллионов человек, то в 20 веке такие потери были уже свыше 50 миллионов человек. И знаете, даже если не брать вот эти исторические сведения какие-то и не смотреть на все вышесказанное, не углубляться вообще в историю, а хотя бы прочитать Ветхий Завет, то мы с вами там тоже находим достаточно много кровопролитных войн и очень множество человеческих потерь. К большому сожалению, война является неизменной спутницей человеческой истории. До 95% всех известных нам цивилизаций и обществ прибегали к ней для разрешения внешних или же внутренних конфликтов. Как мы с вами видим, военных потрясений было предостаточно. Но почему именно сейчас, почему именно в это время, особенно христиане заговорили об этом вот последнем времени, все из-за того, что все вышеперечисленные войны происходили где-то там, настолько далеко, что нас там с вами не было. А сейчас вот эта война происходит в 100-километровом удалении от нас, а где-то, наверное, и того меньше. Вот народ Божий поэтому и опомнился, что живет-то, оказывается, в последнее время. Но, знаете, это еще не все. Самое интересное мы всегда забываем. Читая строки пророчества Иисуса Христа о Втором пришествии, люди почему-то забывают, о чем Иисус Христос говорил дальше. Луки 21 глава 8 стих. Братья и сестры, если мы с вами думаем, что это уже все, финиш, это конец, то это на самом деле только начало. Говоря о войнах и о военных слухах, Иисус Христос делает акцент на двух важных моментах. Первое, и мы об этом с вами уже сказали, это еще не конец. И второе, Иисус Христос просит, чтобы мы, когда услышим вести о войнах, о военных слухах, чтобы мы с вами не ужасались. Вот эти две важные истины. Это еще не конец, и не ужасайтесь. Что же нам остается, христианам, делать, если эти войны, если эти военные слухи, эти смятения происходят совсем рядом? Что делать нам, христианам, когда наши близкие и родные стали заложниками вот этих обстоятельств? Как нам этого не бояться? Где вообще искать силы, чтобы жить дальше, чтобы все это преодолеть? Знаете, несмотря на то, что все это происходит недалеко от нас, совсем рядом, но сейчас вот очень интересное время. Время, когда некоторые, так называемые христиане, открываются в новом свете и показывают себя отнюдь не с христианской стороны. Одни из них произносят проклятие, причем это делают с кафедры во всеуслышание. Вторые бегают, размахивая оружием перед глазами других. А третьи так и вовсе усомнились, что над всеми этими обстоятельствами стоит Господь. И из всего вышесказанного вот это, наверное, самое опасное человеческое состояние, когда человек сомневается в Господе, когда человек вообще сомневается в том, что Господь над всем. Когда человек сомневается во власти нашего Господа, в Его силе над обстоятельствами. И знаете, когда все это видишь, когда все это слышишь, когда с этим иногда напрямую сталкиваешься, то отчетливо понимаешь, что вот здесь-то все наше христианство и закончилось. На этом конец. Оказывается, веры и познания Слова Божьего не было совсем. И вообще для таких людей приговор, он на самом деле, он известен, он тоже записан на страницах Евангелия. И об этом также говорит Иисус Христос. Не дай Господь вообще никому оказаться вот в таком положении. И я думаю, что это достаточно отрезвляющие слова, чтобы не обратить на них внимание и не задуматься. Читая их, почему-то подумал о том качестве, которое обычно вспоминают только лишь тогда, когда думаем, что кто-то или что-то поступил с нами как-то несправедливо. Это качество называется справедливость. Где же справедливость? Наверное, вот так хочется сказать, когда читаешь вот эти слова Иисуса Христа. Господи, ну где же справедливость? Почему такая нехорошая, незавидная участь ждет этих людей? Что они вообще сделали не так? Знаете, Новый Завет не только предъявляет к нам, христианам, высокие требования, но и многократно предупреждает об опасности духовного самообмана, подмены понятий и маловерия в силу и могущество Господа Иисуса Христа. Так как же правильно поступать христианам? Что делать вот в таких вот сложных обстоятельствах жизни? Конечно же, ответ на все эти вопросы мы находим в Евангелии, только в Евангелии. И, знаете, эти слова мне почему-то врезались в память, и я бы хотел, чтобы они остались всем нам для такого общего нашего ободрения и назидания. Записаны они в послании апостола Павла к Ефесианам. Это 6 глава, 10 стих. Ефесианам 6, 10. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Вот самый простой совет, который дает апостол Павел, будучи, конечно же, вдохновлен Духом Святым. «Наконец, братья мои». Я думаю, что и сестры тоже. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Вот и весь совет. Но скажите, как укрепляться, когда зло совсем рядом? Как укрепляться, когда нет ни физических, ни духовных сил? Как укрепляться, когда страдают и умирают ни в чем не повинные люди, иногда даже наши близкие люди? Как укрепляться, когда в людях живет зло и ненависть? Как укрепляться, когда кругом столько несправедливости? Где вообще на все это брать силы? И как вообще к христианину, человеку жить дальше? И смотрите, апостол Павел продолжает дальше. И он дальше рекомендует каждому из нас некоторые действия. Это же послание апостола Павла к Ефесинам, 6 глава, но уже с 11 стиха по 13. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злый и все преодолев, устоять». Итак, первое, с чего начинает апостол Павел это наставление. Он просит Ефесскую церковь, а в ее лице и все будущие поколения христиан, переживающие такие вот тяжелые времена, чтобы мы с вами были сильными. Конечно же, не дай Господь никому быть в каких-то опасных обстоятельствах жизни и тем более переживать войну и такие вот нехорошие какие-то моменты или еще что-то плохое. Но Евангелие, оно, братья и сестры, нам для этого и оставлено, чтобы мы с вами руководствовались им, несмотря ни на что, и знали, что наше с вами упование, оно на Господа и только в Господе. Другими словами, апостол Павел просит воодушевиться и укрепиться, но сделать это, не глядя на свои собственные силы, может быть, какие-то знания или же умения, а воодушевиться и укрепиться Господом. Ведь, согласитесь, всегда есть много того, что ослабляет нас, что приводит нас к маловерию и малодушию и не дает нам вот этой возможности противостоять всем козням и хитростям врага душ человеческих. Апостол Павел добавляет, укрепляйтесь ни в ком ином, как в Господе и только в нем. И в качестве такого объяснения этих слов он сразу же добавляет, укрепляйтесь в могуществе силы Его. Вот это уточнение, оно способствует нашему с вами укреплению в Господе. Ведь наш Господь, Он действительно велик и силен. И в Его власти находится абсолютно все, абсолютно все обстоятельства. И не помню это место, где записано и в Его руке даже сердце царя. Что же нужно для того, чтобы укрепиться в Господе? Опять же, несколько советов от Павла. Первое. Облекитесь. Другими словами, оденьтесь. Оденьте на себя Слово Божие, растворите его в себе, пребывайте в нем постоянно, и тогда будут силы и правильное понимание всего происходящего вокруг. Господь Бог поможет нам и помогает нам не одним лишь видом помощи. Господь предлагает нам оружие для отражения всех нападок. И это оружие есть не что иное, как Его Святое Слово. Остается, чтобы мы с вами его растворили в своей повседневной жизни и приспособились руководствоваться им ежедневно. И вот только тогда наступит победа. Второе. Наше сражение не против крови и плоти. Знаете, сегодня вот это самый сложный в понимании современными христианами пункт. Дело в том, что мы хотим высказывать свою позицию. Мы хотим кому-то что-то доказывать. Мы хотим выступать с какими-то громкими заявлениями. Мы хотим быть на баррикадах. Мы хотим быть на фронте. А Павел говорит следующее, что наше сражение, оно не в этом физическом мире. Оно в духовном мире находится. И это гораздо сложнее, чем сражаться с настоящими людьми, с обычными людьми. Как жалко, что очень многие христиане понимают это по-другому и спешат, знаете, восстановить такую свою справедливость и выступают против физических законов и обстоятельств жизни. Нам предстоит вовсе не телесная брань. И эта мысль должна приходить к нам в голову всякий раз, когда спровоцированные обидами людей или какими-то внешними обстоятельствами мы стремимся к отомщению и проявлению вот этой агрессии. Наша греховная природа в большинстве случаев со всей силой будет тянуть нас к проявлению злобы, ненависти и брани против других людей. Но апостол Павел говорит, что не в этом заключается наша борьба. И об этом он нас предупреждает в своем послании. Третье. Для победы в этой битве нам жизненно необходимо пребывать в Слове Божьем, которое одновременно и воодушевляет каждого из нас, вселяет в нас надежду и укрепляет, конечно же, веру в Господа Иисуса Христа. Итак, мы, христиане, должны отчетливо понимать и верить, что не будет такой опасности или не будет таких сложных обстоятельств в жизни, где не превозмогла бы сила Божия. И мы, христиане, как никто другой, должны в это верить, должны в этом стоять, должны это проповедовать и должны этим поддерживать других братьев и сестер. И в заключении нужно сказать, что в последние пару лет наша жизнь, она кардинально поменялась, и мы должны отчетливо понимать, что прежняя жизнь, она уже не вернется, и прежней она уже никогда не будет. Внимание всего мира, оно приковано к глобальным изменениям, происходящим на планете. Будь то новые виды болезней, или войны, и военные слухи, или же многое другое, все это предвестники скорого, второго пришествия Господа Иисуса Христа. И это только начало. Знаете, все самое страшное и одновременно самое радостное, оно ждет нас впереди. Великие знамения с неба, знамения в солнце и луне и звездах, написано, что море вошумит и возмутится, и силы небесные поколеблются. И вот тогда, братья и сестры, тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Это Луки, 21 глава, 27 стих. А пока все это будет сбываться, написано тогда, восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Поэтому церковь, она не должна спать, но вооружившись Словом Божиим, Евангелием, пребывая вот в таком единстве духа и силы, веры нашей, мы должны противостоять всем уловкам врага душ человеческих. И Господь, Он на самом деле верен, Он пошлет свое утешение. Ефеси нам, 6 глава, 10 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Пусть каждого из нас благословит Господь и поможет нам действительно оставаться, даже в таких нелегких обстоятельствах жизни, оставаться верными Господу и верными Его Святому Слову. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...